Добрый вечер. Мы продолжаем специальный выпуск, посвященный выборам. Самое большое количество избирателей по нашей области проживает в южном регионе, а точнее в районах, прилегающих к мегаполису Алматы. Наш корреспондент отеля Шаркенова успела объехать избирательные участки Карасайского и Жамбылского районов. 77 избирательных участков организовано в Жамбылском районе Алматинской области. Всего по району насчитывается 103 490 избирателей. Наша съемочная группа ознакомилась с ходом голосования на участке номер 264, расположенном в средней школе имени Турара Раскулова, и участок номер 270 в школе имени Абая. С самого утра активно прибывают граждане, которые хотят воспользоваться своим избирательным правом. Каждому на руки выдаются три бюллетеня за Мажелиз и Маслихат областного и районного уровня. «Сегодня я пришла на свой избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг, отдать голос. Будущее Казахстана в руках его народа, поэтому я думаю, что проголосовать и участвовать в выборах должен каждый гражданин страны». Активную гражданскую позицию проявили и жители Каскелена в Карасайском районе. Для этого в участке номер 424 создали необходимые условия для беспрепятственного избирательного процесса. Во-первых, соблюдены требования санитарно-эпидемиологических норм. Во-вторых, приняты меры доступности для людей с особыми потребностями. Всего в районе на 10 сельских округов и административный центр создано 101 избирательных участков. В каждом из них за прозрачностью выборов следят от трёх до пяти наблюдателей. «Все члены избирательной комиссии прошли обучение. Перед выборами они также прошли ПЦР-тестирование. Мы считаем, что проделали хорошую работу в организации сегодняшних выборов, чтобы каждый мог быстро и безопасно отдать свой голос в выборе депутатов Мажелиса и Маслихата. Думаем, что всё пройдёт на высоком уровне и в рамках законодательства». Стоит отметить, что избирательные участки будут работать до 20.00 по местному времени. Напомним, что в выбранной гонке участвуют пять политических партий. Нур-Отан, Ахжол, Аул, Народная партия Казахстана и Адал. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. Без нарушений проходит избирательная кампания и в трёх крупных и густо населённых районах области – Илиском, Толгарском и Имбекшиказахском. Кроме того, корреспонденты нашего телеканала отмечают высокий уровень явки избирателей. Также в местах голосования соблюдены и все санитарные требования. Измерение температуры тела – проверка наличия масок. Именно с них начинается приём граждан на избирательном участке номер 349 в селе Отигенбатыр Илийского района. Стоит отметить, процесс голосования проводится с соблюдением социальной дистанции. К слову, к этому участку прикреплены свыше 1800 избирателей, большая часть из которых уже отдала свои голоса. В 6.45 часов утра мы выдали бюллетени членам нашей комиссии. А ровно в 7 часов избирательный участок начал свою работу. С раннего утра люди приходят голосовать. Для 18-летней Оружан Ситимбетовой это первое её участие в голосовании. По мнению девушки, каждый сознательный гражданин должен принимать в судьбе страны самое активное участие и не оставаться в стороне важные для государства и народа моменты. Я считаю своим гражданским долгом проголосовать на выборах. И горжусь тем, что мой голос наряду с другими голосами избирателей сможет повлиять на наш выбор. В Инбекше-Казахском районе в активном режиме работает 112 избирательных участков. В списках зарегистрировано порядка 180 тысяч человек, наделённых правом голоса. Желающие внести свой вклад в становление нашего государства, многие из них уже сделали свой выбор. К слову, никаких происшествий и нарушений закона за время голосования зафиксировано не было. «Хочу отметить, что выборы проходят без нарушений. Наблюдатели ведут свою работу. Как гражданин Казахстана я призываю всех принять участие в голосовании. От нашего выбора зависит будущее страны». В Толгарском районе проживает большое количество представителей самых разных национальностей. И все они как один проявляют своё единство в общереспубликанском голосовании. «Жители проявляют высокую активность. К нашему участку прикреплены свыше двух тысяч человек. По предварительным данным, на нашем участке уже проголосовало более 80% населения». В Ильичском районе работает 85 избирательных участков, в Толгарском – 81. В этих районах также отмечена высокая явка избирателей. Жительница Саркана Алтнжамбель-Диубай уже и не помнит, какие это выборы на её веку. Однако, несмотря на слабое состояние здоровья, долгожительница тоже выполнила свой гражданский долг. О том, как проходили выборы в Сарканском и соседнем Аксусском районе, расскажет наш корреспондент Руслан Нурмахамбетов. Дидар Сарамтай – один из первых прибывших на избирательный участок номер 788. 18-летний парень впервые участвует в таких особо значимых для страны событиях. Отдать свой голос студент аграрного вуза приехал специально из Алматы. «Я очень рад, что участвую в голосовании. Это очень важно для меня и для моей семьи. Поэтому исполнить свой гражданский долг я приехал с мамой. Ещё мне, как первому прибывшему, на участок подарили подарок. Хочу сказать спасибо». Избиратели Сарканского района проявили большое единодушие своим участием в политической кампании страны. Уже с 7 утра явка сельчан весьма активная. На электорат в 29 тысяч человек работают 33 избирательных участка и несколько мобильных групп для голосующих на дому. Так представители комиссии посетили 109-летнюю Алтанжан Бельдюбай. Долгожительница с радостью подписала и собственноручно опустила в урну избирательный бюллетень, пожелав процветания подрастающему поколению. «Главное – здоровье и будущее народа. Для этого я сделала свой выбор. Желаю молодым только мирного неба над головой. Я, как никто, понимаю это». С самого утра также многолюдно сегодня и во дворце культуры села Жан-Цугуров. Здесь работает самый большой избирательный участок номер 3. До 9 утра проголосовали более 500 жителей райцентра. В их числе и Владимир Яшков, ветеран Аксусского сахарного завода. «Сегодня знаменательный день. Мы выбираем будущее нашей страны. Сегодня мы решаем, кто будет и как будем дальше жить. Поэтому я, как ветеран этого завода, ветеран этого поселка, и гражданин Республики Казахстан, отдаю свой голос за наше будущее, будущее нашего государства». Всего в Аксусском районе по спискам избирателей числятся более 24 тысяч человек. Для этого открыто 43 избирательных участка. Их работа продолжится до 20.00 часов. Руслан Нурмуханбетов, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Свыше 30 тысяч избирателей определены в Кирбулакском районе. Для реализации их конституционного права выбирать депутатов Можилиса парламента и Маслехата всех уровней работают 60 избирательных участков. Почти 900 жителей Кирбулакского района в этом году впервые стали избирателями. Принять участие в политической жизни страны – долг каждого патриота своей родины, считают они. Жанеля Блайханова исполнилась 18 лет только в этом году. Став совершеннолетней гражданкой своей страны, она тут же решила проявить активную гражданскую позицию и принять участие в определении дальнейшей политики родного края. Участие в голосовании примут и военнослужащие. Специально для этого в воинских частях Саразекского гарнизона работает закрытый избирательный участок. На данный момент в Кирбулакском районе определены более тысячи избирателей среди несущих воинскую службу. Мне только в этом году исполнилось 18 лет, и я впервые пустила на выборы. Многие люди пришли, чтобы проголосовать. Это было очень волнительно, но я отдала свой голос за кандидата, которого я считаю лучшим и достойным. На этом избирательном участке, расположенном в открытом городке номер 2 Кирбулакского района, работают 7 членов избирательной комиссии. Сравнительно столько же работают на каждом избирательном участке. Всего в районе работает 406 членов избирательной комиссии, следящих за тем, чтобы нормы закона, имеющих фундаментальное значение на каждых выборах, соблюдались неукоснительно. Сегодня проводим выборы депутатов Мажелиса парламента Маслихата Республик Казахстан. На нашем участке 7 человек, они все прекрасно знают свои обязанности, выполняют и исправляются. На нашем участке никаких фактов правонарушений не выявлялось до этого. Работаем мы не впервые, соблюдаем все пункты и нормы, законы о выборах. Всего к этому часу проголосовало более 15 тысяч избирателей. Положить бюллетень со своим голосом в урну и принять участие в политической жизни своего региона можно до 8 часов вечера сегодняшнего дня. Рустам Аралбаев, Хабид Хабдарахман, Телеканал ЖИЦУ. По областному центру в списках избирателей на сегодня значатся 130 тысяч человек. Более 200 из них дали заявление о голосовании на дому. Причины разные. Преклонный возраст, состояние здоровья на день выборов, инвалидность. Специальная группа, в которую вошли не только работники избирательной комиссии, но и наблюдатели, дали возможность каждому стать частью большого политического шага. В их числе 76-летний Нусип Сатман. Я за свою жизнь не пропустил ни одной выборной кампании. В этом году подводит здоровье, но возможность сделать свой выбор мне предоставили, говорит он. Я инвалид второй группы, уже на заслуженном отдыхе. Ходить далеко не могу и написал заявление, чтобы мобильная группа посетила меня на дому, поскольку считаю своим гражданским долгом проголосовать за ту партию, которой доверяю, и за которой, на мой взгляд, есть перспективы. Более подробную информацию с предварительными итогами смотрите в завершающем наш эфир, специально в выпуске, который выйдет в 22.30. А у меня на пока все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин